Так, друзья, я вот хотел вначале спросить такую вещь. Когда вы были маленькими, кто любил смотреть боевики? Кто-нибудь смотрел такой фильм со Шварценеггером «Красная жара»? Смотрели? Что-то не очень много людей. Видите, я специально в «Красной манечке» сегодня. У нас их много, я в «Красном». И там у него, у его персонажа была такая фраза. «Какие ваши доказательства?» Я думаю, что мой доклад и эта фраза очень сопоставимы. Я логически хочу продолжить, потому что Александра прекрасно рассказала о многих инструментах продукта. А я хочу, наверное, немножко рассказать о том, как это выглядит в жизни на примере того, что уже попробовал. У меня вместо кликера будет щелчок. Следующий слайд. И еще давайте сразу следующий. Не-не-не, верните. Ну, ладно, пусть будет этот. Так, друзья, ну, перед тем, как рассказать о том, как это на самом деле выглядит, два слова буквально скажу, чтобы вы поняли, кто мы такие вообще веб-центр. Многие, наверное, нас знают. Кто-то первый раз про нас слышит. Веб-центр – это интернет-агентство. Работаем мы уже 16 лет. И, в принципе, за эти годы прошли, наверное, очень длинную, большую дорогу от маленькой веб-студии до комплексного интернет-агентства. В принципе, здесь на слайде написаны наши основные услуги. Это и разработка сайтов, и SEO, и контекстная реклама, и продвижение в социальных сетях, и, конечно, внедрение Bittrex 24. И, в принципе, мы, главная наша основная задача – это помогать бизнесу развиваться, приводить клиентов из интернета. Думаю, можно переходить к следующему слайду. Следующий. Опа. Так, и о чем мы поговорим? Ну, я расскажу, в принципе, сегодня о том, как жизнь нашей компании и как развитие нашей компании было связано с продажами, потому что это, наверное, кровь любого бизнеса, и как эти продажи трансформировались с помощью различного плана инструментов, которые мы пробовали на пути практически 16 лет нашей работы. Так, давайте, коллеги, поторопим слайды. Я не знаю, может быть, как-то… О, да. Играли? Да, я тоже в детстве вообще обожал эту игру. У меня почему-то, вот, когда говорят о продажах, у меня почему-то все время этот волк, ассоциация такая, потому что он такой с корзиночкой, он пытался все поймать. Вот примерно так наш отдел продаж, он пытается поймать новых клиентов, новые обращения. И очень жалко, когда вот так вот разбивается, и за пленочек убегает, это означает, от нас клиент тоже убежал, мы не смогли его поймать. Собственно говоря, именно для этого все эти системы, CRM, эти системы, о которых многие сейчас говорят, они, наверное, и нужны для бизнеса. Так, движемся дальше. И первый мой вопрос. Вот как вы думаете, ну, тут что-то у нас наслоение на слайдах прошло. Ну, вот этот человек, собственно говоря, его зовут Антон. Антон – это наш отдел продаж. Антон – это наш отдел продаж в 2004 году. Видите, он одет достаточно модно, в кожаной куртке, у него два телефона есть. В принципе, неплохой был отдел продаж у нас в 2004 году. И что мы продавали? Продавали мы сайты. Сайты, как мы их продавали? Ну, в принципе, вот здесь текст немножко наехал. Но, в принципе, вот эта тетя, это у меня ассоциация с нашим отделом продаж того времени, он работал по принципу безумия и отваги, потому что был такой справочник желтой страницы и был телефон. Ну, дисковый здесь, конечно, это круто. У нас все-таки кнопочный там стоял. Кто вообще когда-то сам что-то продавал по телефону? Не стесняемся, господа? Да, ну, практически 50%. На самом деле, это очень крутой опыт, и, наверное, каждый в жизни должен когда-то попробовать. В общем, это было в 2004 год. Какие были проблемы? Давайте переключим на следующий слайд. Ну, как я говорил, у нас был один канал. Какие были проблемы? Вообще обращений было безумно мало. Безумно мало. Такой канал достаточно неэффективный, потому что люди вообще не готовы, чтобы им кто-то звонил, что-то предлагал. Но, опять-таки, вот это вот безумие и отвага, оно, в принципе, приносило свои плоды. Где-то из 100 обращений, в принципе, цифры плюс-минус, я пытался в своей голове реанимировать, они такие были. Из 100 вот этих обращений, лидов, которые мы с помощью этого канала доставали, у нас было где-то две сделки. Ну, две сделки, то есть две продажи. Вот такая конверсия. И, соответственно, было это адски тяжело. Я всегда, когда думал о продаже, в то время я бы выглядел как один из моих любимых актеров, Киану Ривз, он так грустит на лавочке. То есть я тоже немножко грустил, потому что это была не очень хорошая конверсия. Собственно говоря, друзья, еще вопрос. Кто вообще считает конверсию? Отлично. Конверсия, если что, это такая очень полезная штука, которую надо считать. Это процент, сколько людей у вас купил из тех, с кем вы общались, кто к вам обратился. И вот все вот эти лиды, обращения, которых было, в принципе, немного, мы, конечно, заносили в старый добрый Excel. Excel, это, в принципе, такая штука была универсальная, файлик, он у нас назывался файлик продаж, и туда мы заносили название клиента, его телефончик, и что он нам ответил. Ну, или дальше какая-то история дописывали. Вот так это работало в 2004 году. Так, давайте, господа, перелеснем. Так, о, 2008 год. Четыре года мы занимались этим адским делом, и все-таки наша вот эта вот очень большая, наверное, какая-то упертость привела нас к тому, ну, практически здесь два таких успешных парня. Один это я в 2008 году, другой это мой коллега, и сейчас исполнительный директор Сергей Владимирович Денин. Вот мы купили себе маленький офис, мы в него переехали, и мы начали продавать новые услуги, это продвижение сайтов, все это было 2008 год. Почему у нас вообще дела пошли в гору? Ну, здесь надо сказать, что к этому вот замечательному дисковому телефону и справочникам желтой страницы у нас подключилась такая штука, как сарафанка. Говорили, что надо сохранять текущих клиентов, это все, друзья, самое что ни на есть правда. Действительно, когда что-то делаешь, ну, хорошо, скажем так, другие клиенты начинают о тебе рассказывать. И за счет того, что, в принципе, эти клиенты были довольны, они приводили нам новых клиентов, соответственно, вот эта вся штука у нас закручивалась, закручивалась, и мы начали продавать, естественно, больше, не только через телефон. Что мы еще сделали? Мы подключили канал, контекстная реклама, в принципе, тогда еще контекстная реклама не была такой перегретой, как сейчас, когда мы можем заплатить там за клик по 500 рублей и думаем, куда ушли деньги, я только ее запустил. Вот тогда еще такого не было. Это, в принципе, был очень мощный канал тоже для нас, Литгена, но при этом мы не отключали холодные продажи. То есть у нас еще Антон, ну, уже не Антон, у нас их было уже два тогда, но тогда еще ребята работали все по холодным продажам. Листаем дальше. Что там у нас происходит? Так, отлично. Какие проблемы? Какие у нас начались проблемы? Сейчас скажу про конверсию и про проблемы. Дело в том, что конверсия стала немножко выше. Конверсия вот этого. То есть из 100 обращений мы уже переваривали и делали где-то 3-4 сделки в хорошие месяцы. Почему она стала выше? Ну, очевидно, потому что когда приходит сарафанный маркетинг, когда начинают тебя рекомендовать или даже когда контекстную рекламу мы используем, то теплота этих обращений, она намного выше, чем если мы просто берем по телефону всех обзваниваем. Конверсия у нас немножко выросла. Но в связи с тем, что у нас теперь несколько каналов, у нас сразу возникли проблемы как раз в продажах. Во-первых, у нас появилось не один, как был продажник, а их стало двое. Соответственно, идет наслоение клиентов. Кто кем занимается, кому как распределять обращения, где фиксировать счета, там факт оплаты, комментарии, чтобы все другие в команде тоже это видели. Как записывать задачи и договоренности, как сделать так, чтобы клиенты не пересекались. В общем, там было очень много таких проблем, и Excel, только мы поняли, что она нас не спасает. Ну, не говоря уже о том, что, например, два менеджера одновременно работать в Excel с одним файлом, это уже само по себе проблема. Тогда еще не было никаких ни Google Docs, там ничего такого. В общем, мы психанули и написали свою CRM. Вот такая наша CRM. Это один из ее скриншотов. Такая могучая была штука. В ней было много разных кладок. Писали мы ее, это реально был наш продукт. Писали мы ее где-то год. Постоянно дописывали. В чем здесь у нас сразу пошел профит? В том, что она у нас была на хостинге в облаке. То, что мы могли в любой момент времени зайти и посмотреть, что там происходит с клиентами. Мы могли фиксировать, что у нас клиент купил, когда он нам звонил. Это все там фиксировалось. В общем, штука для нас, в принципе, на тот момент, она была просто революционной. На самом деле, мы очень сильно гордились в 2008 году, что у нас вообще есть своя CRM, которую мы написали. Так, листаем дальше. И пришел, так сразу у нас такая итерация идет в 4-5 лет, в пятилетке. Пришел 2014 год. Что мы продаем в этом году? Мы уже начали продавать ту же самую контекстную рекламу, которую тоже сами себе научились немножко настраивать. И как мы продаем? Это опять-таки наши каналы продаж, которые у нас на тот момент работали. Это оставались холодные звонки, это была срапанка, контекст, и подключилось поисковое продвижение. Именно в этом году мы начали вести, в принципе, свой блок. Блок веб-центра на сегодняшний день посещений где-то около 15 тысяч в месяц, если я не ошибаюсь. Там мы пишем о маркетинге, продажах, статьи. В общем, кто может быть слышал, это называется контент-маркетинг. Когда мы даем некий бесплатный экспертный контент, ну и из этого экспертного контента люди о нас узнают и тоже к нам обращаются. В принципе, эта штука рабочая, именно в то время мы ее начали запускать. Конверсия начинает расти, но очень медленно. То есть у нас конверсия 5%. Но те, кто занимается вообще бизнесом, знают, что каждый процент вот этой конверсии это просто очень ценно. и, конечно, хотелось бы, чтобы она все время росла, но у нас вот за сколько лет, можно сказать, она так совершенно незначительно выросла. Давайте дальше перелеснем. И тут мы тоже начали сталкиваться с проблемами. Продажи, они стали сложнее. У нас получаются очень разные по теплоте каналы. Каждый из этих каналов работает по-своему и у каждого клиента своя задача. Ну, если говорить совсем по-простому, те, кто приходят из контекстной рекламы по запросу заказать сайт, это человек, который уже хочет купить сайт. Человек, которому менеджер холодным звонком или который даже через блок что-то интересуется, это уже другая теплота. Одному надо сразу озвучить хотелки его и стоимость, другому надо еще объяснять, для чего ему вообще этот сайт нужен, в принципе, что он ему даст. То есть с ними надо работать по-разному. Соответственно, это первая проблема. Вторая проблема, что у каждого менеджера своя стадия этой сделки. У кого-то, когда менеджер начинает вести много клиентов, у него появляются свои стадии, и он должен понимать, на какой стадии он что делает. Это тоже проблема. Надо вести историю сделки. Дело в том, что мы работаем, ну, я говорю про свое агентство, это, естественно, B2B. То есть мы продаем для бизнеса, с нами работают компании, которые тоже развивают свой бизнес. И цикл продажи, он не один день, не два дня, иногда может быть и месяц, и даже два месяца. У нас были клиенты, с которыми мы работали полгода, иногда год, и только после этого у нас с ними срасталась какая-то история. Вот все это время, там, полгода, год надо с клиентом вести активную историю. Что мы ему отправляли, когда встречались, и так далее. Наша замечательная ЦРМ-ка даже не знала такого слова, как история, там, каких-то сделок. И вот мы в 2014 году все-таки уже понимаем, что пора ее убивать. Вот. Все. На этом ее жизненный цикл в принципе закончился. Мы начали искать решение. Я не буду говорить, сколько перепробовали мы всего, а перепробовали мы очень много. Ну, пока мы пробовали, естественно, зеленая, вот эта наша замечательная, мы ее зеленка называли, ЦРМ-ка, она у нас работала. И тут мы находим замечательно сервис Битрикс24. На тот момент, на тот момент, коллеги, в нем уже были нужные нам вещи. Это и телефония, это и анализ воронки продаж. И возможность, вот, кстати говоря, еще одна боль, которую мы прошли, реально, почему вопрос стал ребром, Дело в том, что нам было очень важно, чтобы те продажи, которые делает наш сотрудник, они в дальнейшем перетекали в задачи. Ну, грубо говоря, если мы продаем разработку сайта, очевидно, дальше менеджер проекта, который над ним работает, он должен вести этот проект и тоже иметь информацию об этом клиенте, что там, как, чего. Никакой связки у нас не было с этим. То есть, ЦРМ у менеджеров, а у менеджеров проектов нет никакого доступа к этой информации. И тут как раз таки очень здорово, то, что в Битрикс24 это одна система, где есть и ЦРМ-система, и управление проектами, и управление задачами. И можно, можно взять и подружить. Например, когда мы ставим задачу, мы просто даем ссылки на тех же самых клиентов, можно и контакты посмотреть, и историю посмотреть, и файлы какие присылались, и структуру, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это очень крутая штука. На тот момент, мы когда начали внедрение, нас это очень вдохновило. И давайте следующий слайд. Цель внедрения, ну я это уже проговорил, у нас был рост конверсии изначально, в принципе. И когда мы начали ее внедрять и закрыли базовые потребности, базовые задачи, то мы решили, что нам дальше надо обязательно развивать функции много, и надо их развивать. Для чего? Чтобы у нас росла конверсия. Прежде всего, мы захотели, чтобы у клиента оставался цифровой след от общения с менеджером. Про это я буквально два слова скажу. Точное соблюдение договоренности. Когда менеджер сказал, тогда он и перезвонил. Напоминание о презентациях нашим клиентам. Когда у нас сейчас событие наше организовывалось, один из коллег мне сказал, говорит, как здорово, что мне сегодня пришло напоминание на телефон. Так вот, друзья, вот то, что приходит напоминание на телефон, это как раз и есть цифровой след, который, если вы будете оставлять о себе своим клиентам, поверьте мне, конверсия ваша будет расти. В принципе, можно много еще интересного говорить, но я думаю, можно переключить следующий слайд, как раз там, где мы уже покажем какие-то результаты. Да, но перед этим я хотел сказать, есть такой миф, когда мне говорят, зачем вообще все эти CRM, я и так все помню. Ну, вообще-то такая штука, часто встречаю таких людей, они говорят, я все помню, у меня все в блокноте, идите вы нафиг со своими всякими цифровыми вещами, у меня все нормально, у меня вот журнальщик, все тут хорошо, у меня я все помню. Почему такое не получается? Давайте перевеснем следующий слайд. Ну, такой вот вопрос для зала, да, сколько может одновременно делать дел человек? Следующий слайд давайте с вариантами полистаем. Так, друзья, кто за первый вариант? Не все, только шесть человек. А за второй вариант? Ну, плюс-минус столько же. Я так понимаю, это те люди, которые два, это подняли те, кто одно дело может делать, это подняли те, кто два. А кто пять может? Пять дел одновременно. Слушайте, и десять есть те, кто могут. Героев таких нет, да? Ну, вообще, я тоже себя всегда считал таким, который может десять дел сделать. Так думаю, так пять-десять, это легко. Но на самом деле, друзья, это все не так. Давайте перевеснем следующий слайд. Там будет, конечно, скучный слайд с текстом, поэтому я просто... на самом деле, не более двух. Третье дело, оно, в принципе, убивает предыдущие два. Мы можем спорить, говорить, что это не так, ребята, это все вообще... я такой крутой, у меня все работает. Нет, не работает. Проводилось научное исследование, их было, кстати, не одно, кому интересно, есть очень хорошие книги про это, как у человека работает вообще мозг, думаю, медленно, решая быстро, по-моему, так книга называется, очень крутая. Вот. Но, в принципе, проводился исследование во Франции, Национальный институт Франции проводил, была выборка из людей 19 до 32 лет, люди все здоровые, сильные, умные, и у них было очень простое задание, надо было читать текст, читать текст, и одновременно у них задавалось два вопроса, сколько буквы, в каком в этом порядке давало слово, человек его читал, спрашивали, в этом слове буквы в алфавитном порядке или нет, и каким шрифтом написано это слово. Ни один человек правильно не ответил. То есть, если что-то одно, либо буквы, либо какой шрифт, какая буква, да, все, без проблем отвечали. Два вопроса, люди не работают, так голова у нас не работает. Мы не можем держать больше одной задачи, двух сложных, очень талантливые люди могут две держать, три задачи нас просто уже убивают. Давайте на следующий слайд перейдем, для чего вся эта теория про то, как у нас работает голова. Дело в том, чтобы каждый из тех людей, кто ведет клиентов и ведет бизнес, понимал, что даже самый крутой, самый крутой менеджер по продажам, физически не может, не может вести одновременно 30-40 клиентов. А поверьте мне, если у вас бизнес на потоке, что называется, и у вас там не одна продажа в месяц, конечно, если одна-две продажи в месяц, зачем ему там все эти сложные штуки? Хотя и там можно задуматься, они же ведь тоже прибавляются, да? Но когда 30-40, как он может это все держать в голове? Этому позвони, этому отправь. С этим договорились, я ему скину презентацию и так далее. Это нереально. Это нереально. Поэтому, листаем следующий слайд. Поэтому мы и стали вести все сделки в битриксе. Есть прекрасный канбан. Кому интересно, что такое канбан? Это можно целую лекцию прочитать. Это есть такая книга, по-моему, Дау Тойота. Там рассказывается о производстве на Тойоте, как они делали автомобили. Вот в принципе, это оттуда штука идет. Самое крутое, что можно придумать в производстве. И она перенесена в ЦРМ. То есть менеджер видит стадии, на которые у него идет клиент. Это просто обращение, это уже подготовка документов, оплата. Запускаем в работу для менеджеров по продажам. Либо мы с ним завершили уже работу. То есть у нас такая досточка и все видно. Обратите внимание, то что видно еще и в цифрах, например. Но здесь не из нашей ЦРМ-ки скриншот. Я взял в принципе стандартную битрикс. Но у нас такая же. То есть вверху еще выводится сумма денег. Сколько денег на какой стадии в этом комбане есть. Вообще это очень прекрасный инструмент для руководителя, например, для меня. Я могу понимать, сколько денег мне, например, упадет в следующем месяце. Я не буду дергать менеджера и спрашивать. Я просто могу зайти и посмотреть. Давайте следующий слайд. Все. Сейчас мне коллеги говорят, у меня времени нет. Я думаю, тогда мы немножко форсируем. Следующий давайте. Я скажу просто одно, пока листаем слайды. То, что был вопрос, а как вообще сотрудников, вот Андрей спрашивал, как сотрудникам вообще быть, вот если они против. Я вообще, друзья мои, говорю о том, что менеджерам нашим стало легче работать в раз 10 по сравнению с тем, что у нас было. Когда человеку легче, когда он понимает, что это дает ему эффективность, продуктивность, он сам будет это использовать. Он и видит, откуда пришел клиент и какие вопросы клиент ему задавал. Как он ему отвечал на эти вопросы. Ему не надо это все держать в голове. То есть у него получается то, что его голова направлена на продуктивность, и он не держит все эти переменные. Соответственно, люди не сопротивляются тому, что делает их жизнь проще. Вот такой вот, в принципе, ответ это у нас получился. Давайте лиснем дальше сразу. Я думаю, так как время поджимает, мы можем даже сейчас на финалку перекрутить. Я покажу, какие результаты у нас получились. А, ну вот да, в принципе, вот Печкин, почему я такой был злой? Потому что мне приходилось держать все в голове. Вот это примерно наш менеджер. Потому что он потом стал достаточно добрый. Тот, кто не верит, может обратиться в веб-центр, посмотрите, какие наши ребята веселые, жизнерадостные сейчас. И все у них хорошо. Листаем дальше. Ну и как бы финалочка такая, то, что мы все это внедряли и вышли на 9%. 9% конверсии нам Kanban принес. И все эти вещи. Как мы видим, это, в принципе, очень неплохой прирост к тому, что было. Дальше у меня сложная часть доклада. Времени нет. Поэтому я скажу два слова. Мы месяцев 4 назад, по-моему, разработали карту автоматизации, когда оставляем о себе цифровой след. Клиент к нам обращается и менеджеру все, что надо сделать. Просто нажать кнопочку, а клиенту сразу улетает и смс, и e-mail, о том, кто его менеджер, о том, когда у него презентация. У менеджера в календаре автоматически становится дело. Это мы начали внедрить автоматизацию. Давайте сразу прилистнем на нее. Коллеги, давайте листать. Если время поджимает, чтобы... Вот сложная карта, да? В общем, я потом скажу, кому интересно, я ее сброшу. Это вот такой алгоритм мы разработали для себя. Следующий листаем. Тут у нас, в принципе, бизнес-процесс на каждой стадии запускается свой. Как это работает, мы тоже пролистываем, потому что времени нет. Хотя вот это, кстати, прикольно. Мы даже небольшое видео делали, как это работает. У клиента, смотрите, падает смс-очка сразу, ваш персональный менеджер в календаре у менеджера дела и письмо улетает. Ну, это здесь немножечко наслоение. Следующий. Я просто хочу показать, какой реальный прирост вся эта штука дает в деньгах, процентах и так далее. Ну, в результате, что мы получили? Вот последние итерации, последнего спринта вот этого нашей автоматизации. Менеджер видит всю историю обращений, видит историю сделок, напоминалки, получает автоматическое письмо, когда у него начинается презентация. Клиент. Клиент понимает, кто его персональный менеджер, получает письмо знакомства, триггерные рассылки, как раз мы тоже сделали, и получает смс-напоминалки. Конверсия в 2020 году у нас 13%. 13%. А теперь мы можем посмотреть 2% и 13%. Казалось бы, каких-то там 11%, но это гигантская цифра. Гигантская цифра, потому что это, в принципе, геометрический рост продаж. И это реально работает. То есть с момента начала внедрения у нас конверсия непрерывно росла с каждой итерацией внедрения новых каких-то инструментов. Давайте перелеснем дальше. Ну и в результате, как я вначале показывал Антона и наш офис, то сейчас у нас это 45 сотрудников. В принципе, я думаю, не самый плохой офис. Кто хочет в гости к нам приехать, приезжайте в Fokino 143. Есть у нас офис в Москве, тоже продаж. Смоленский бульвар 24. В принципе, это позволяет нам расти. Нам это позволяет расти. И если вы тоже хотите расти, то мы будем вам помогать. Обращайтесь, всегда поможем. Если кто-то хочет от нас плюшки, от меня лично, то не стесняемся, я со всеми дружу. Можете, я общаюсь в Инстаграме. Заходите, подписывайтесь, в директ мне напишите, хочу плюшки. От меня цифровой плакат «Как работает диджитал». Это наши дизайнеры разработали карту-шпаргалку для всех маркетологов и владельцев бизнеса. И учебник по Bittrex 24 с меня.